Когда я был молодым, то, наверное, главным источником фитнес-заблуждений были самые разные паблики ВКонтакте. Тут тебе и протеины, угарная качалка, и доча, и огромное количество многих других. Те времена уже прошли, и теперь засоряют мозги людям не паблики ВКонтакте, а различные популярные YouTube-каналы, где авторы собирают по верхам информацию по самым разным вопросам, включая тренировки и питание, скидывают это все в одну кучу, набирают огромное количество просмотров и оставляют людей с полным непониманием того, что на самом деле происходит с их телом. Если вы слышали заголовки, которые звучат, как будто они из бульварной прессы в 90-х начала делевых, как похудеть за 5 дней, накачать руки за 7 минут, или что будет с вашим телом, если отжиматься по 100 раз каждый день, то вы понимаете, о чем я говорю. Сегодня я решил сделать разбор как раз одного такого канала, канал Хромосомы, 500 тысяч подписчиков, на видео, которое мы будем разбирать больше миллиона просмотров, но от этого оно не становится ни чуточки более полезным. Кстати, ролик, который мы будем сегодня смотреть, называется «Что произойдет с вашим телом, если отжиматься на брусьях?». И перед тем, как мы начнем, как вы можете видеть, ветер сегодня стоит нереально сильный, и сегодня я снимаю на новый микрофон. Я благодаря вашей поддержке, благодаря поддержке всех наших спонсоров на сайте Boosty, у нас их уже 25 человек, и мы собираем каждый месяц более 8 тысяч рублей. Спасибо всем им. Отдельное спасибо Владиславу Лисицкому, благодаря которому мы смогли приобрести новый микрофон Rodo Wireless Go 2. Сейчас вот у меня здесь петличечка висит внутри моего защитного капюшона от ветра. Я впервые на нее пишу. Я очень надеюсь, что, несмотря на ужаснейшую погоду, качество звука позволит вам насладиться сегодняшним разбором. Так что пишите в комментариях свои впечатления о новом звуке. Я очень надеюсь, что он вам понравится. А мы приступаем к просмотру. Всем привет! Сегодня мы поговорим об изменениях, которые произойдут в вашем теле, если отжиматься на брусьях, и разберем особенности выполнения этого упражнения. Так что рекомендуем досмотреть этот ролик до конца. Будет очень познавательно. Друзья, по статистике 99% зрителей смотрят наше видео без подписки. Поэтому подпишитесь на канал, если до сих пор этого не сделали. Ваша поддержка мотивирует нас делать другие полезные видео. Кстати, да, кстати, да, не только у них. У нас на канале больше 80% зрителей пока еще не подписаны. Не подписаны. И хотя на самом деле сейчас количество подписчиков на YouTube перестало играть в какую-либо вообще роль, оно не влияет ни на алгоритмы, ни на зрителей. Человек может подписаться, ему даже не будут приходить уведомления о том, что выходят новые ролики. То есть смысл подписчиков потерялся, это просто стало бессмысленной пузомеркой. Ну и разве что все еще есть возможность... Прикрою от ветра. Все еще есть возможность получить золотую кнопку, повесить ее дома и наслаждаться. И больше ни для чего подписчики на YouTube не нужны реально. То есть канал может взлететь и без подписчиков, если... Там даже кольца на заднем плане бьются металлические, потому что такой сильный ветер. Мне, честно говоря, очень интересно, что у нас будет по звуку. Посмотрим. Все. Единственное, что теперь влияет на YouTube, это качество твоих видео. Насколько они собирают просмотры, насколько они привлекают людей. И при этом YouTube shorts ставит в первую очередь. Длинные ролики ему не так интересны. Эх, о времена, о нравы. Но, тем не менее, будет приятно, если вы подпишетесь. Отжимания на брусьях – это непревзойденное упражнение для проработки трицепсов и грудных мышц. А также для укрепления плечевого пояса. Наряду с турником брусья являются одним из самых доступных тренажеров. Они есть практически в каждом спортзале. На уличных спортплощадках, а у некоторых даже дома. Вот на этом фрагменте вы увидели нескольких людей, которые выполняли отжимания на брусьях. И лично мне сразу бросилась в глаза техника накачанного парня на предыдущем фрагменте. Это Евгений Щербина. Для тех, кто не знает, это Евгений Щербина – один из столпов украинского воркаута. Да, двухметровый мужик. Уже мужик, ему много лет. Который доказал на своем примере, что даже если ты очень высокий, ты все равно можешь делать отжимания в стойке на руках. Ты можешь делать стойку на руках на турнике. Ты можешь делать передний вис, задний вис, горизонт. Я не помню, делает ли он. Но все это возможно. Если ты тренируешься, ты сможешь достигнуть результата. Поэтому, если кто-то в следующий раз вам скажет, что он слишком высокий для турников, просто напишите ему в гугле, в ютубе «Евгений Щербина», покажите видео, и он отпадет сам с собой. И вот если вы посмотрите на его технику выполнения, вы увидите, как нужно отжиматься на брусьях для того, чтобы это упражнение давало результат. То, что показывают остальные фрагменты – это печально. Давайте разберемся, какие мышцы работают при отжиманиях на брусьях. Основную нагрузку отжимания на брусьях создают на мышцы задней поверхности плеча, или трицепсы. Нет! 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 Основную нагрузку отжимания на брусьях создают на грудные мышцы. Это большая мышечная группа. А трицепсы, мышцы разгибателей руки, только ей ассистируют. Для того, чтобы понять, что это так, вы можете отжаться на брусьях, прикинуть, сколько примерно вес вы жмете таким образом, да? Естественно, не весь вес будет участвовать в работе. Ну, прикиньте какую-то процентовку от своего веса, например, 80% условно. Затем возьмите, придите в спортзал, возьмите штангу и поделайте трицепсовые разгибания, да? Или на блоке попробуйте, если там будет достаточный вес. Просто попробуйте выжать точно такой же вес, который вы жмете брусьями, попробуйте выжать именно за счет трицепсов. И вы поймете, что сила трицепсов даже близко не соответствует тому, что вы делаете на брусьях. Потому что трицепсы в этом упражнении являются ассистирующей группой. Более того, основная их работа идет уже практически в самом конце, когда движение начинает происходить в локтевом суставе. То есть, во время отжимания на брусьях, когда вы опускаете сниз, у вас отводится плечо. Вы сначала приводите плечо, и за счет этого работают грудные, а потом уже разгибаете руку в локте. Этот локт лучше видно. В локте, и, соответственно, работает трицепс. Суть движения состоит в том, чтобы за счет разгибания рука в локтях, а именно это основная функция трицепса, поднять свое тело из нижнего положения в верхнее. Как бы мы не ставили руки, не отклоняли корпус и не меняли положение локтей, трицепс работает в любом случае. Это правда, и я остановил просто, чтобы показать, что девочка, по ней видно. Я не знаю, видите ли вы это вы, но надо тренировать насмотренность свою. Когда вы на нее смотрите, вы видите, что отжиматься на брусьях ей тяжело. Это упражнение выше ее уровня подготовки, прям совсем. Она даже с первого повторения начинает косячить, потому что она не может контролировать свое тело в пространстве, когда она опускается вниз и когда она поднимает себя наверх. И поэтому она начинает помогать себе ногами, она делает такую небольшую волну корпусом. Читинг, про который Юрий Спасококотский так любит говорить. Кстати, обзор на Юрия был недавно в канале. А может я капюшон один? Оп, мне стало теплее намного. Не знаю, как вам. Надо уже закругляться с уличными обзорами, я так скажу, судя по погоде. Либо ждать, когда пройдет вот эта вот осенняя пора, начнется зима и будет хорошо. В общем, не ее, не надо ей на брусье лезть, потому что подобный вот подход к тренировкам, когда делаешь упражнения, которые выше твоего уровня, это чревато травмами. В качестве мышц синергистов выступают большие грудные. Техника выполнения отжиманий от брусьев может меняться таким образом, чтобы эти мускулы включались в работу в большей или меньшей степени. Так как грудь и трицепсы работают в паре, чем больше нагружается грудь, тем меньше задействуется трицепс и наоборот. Грудные мышцы больше и сильнее, поэтому при первой же возможности они перетягивают нагрузку на себя. Они больше и сильнее, поэтому они всегда будут выполнять основную работу, когда ты делаешь отведение плеча. Когда ты делаешь приведение плеча, большие и сильные мышцы будут выполнять эту работу. Ты не поверишь, ребята из команды канала Хромасом. Вы просто не поверите. Сразу видно, что вы не открывали даже учебник по биологии, по анатомии и не понимаете, как устроен организм. Организм это биологическая машина. Он не будет делать что-то неэффективным образом. Не будет. Это нелогично. Нелогично. Все организмы за 200 тысяч лет нашей эволюции человека как вида, которые делали что-то не самым эффективным образом, они отпали. Они продолжают отпадать. Остаются только те, кто работает максимально эффективно. Функцией грудных мышц является сведение плеч. Рук от локтя до плечевого сустава перед корпусом. Сведение плеч. Диджей на вертушках занимается сведением. Вот там сведение. А функция грудных мышц это приведение. Приведение плеча. Вы когда его отводите, да, назад, а потом его надо вернуть. Вот, плечо у вас отошло от центральной линии, срединной линии тела для тех, кто очень любит термины. И его нужно обратно привести к телу. Понятно? И вот для того, чтобы его привести, и напрягаются грудные мышцы. Соответственно, для передачи акцента нагрузки с трицепсов на грудь, техника отжиманий должна подразумевать не только разгибание рук, но и сведение плеч из широкого положения в более узкое. Плечи. Плечи. Плечевой сустав. Это кости, которые относительно друг друга соединены. У них нет широкого положения и узкого. То есть, вот, например, если руку я, да, в трицепсе могу выпрямить, и она вот действительно ушла в ширину. Вот я стал гораздо более широким, если посмотреть. Я сокращаю трицепс, я стал более узким. Плечи у вас, вот, тынь-тынь, тынь-тынь. Они по радиусу поворачиваются, и все. Они поворачиваются вокруг оси вращения. Они никуда не отводятся, не становятся более широкими, более узкими. И функция не в сведении и разведении плеч, а в приведении, понимаете? В приведении. Не в сведении, в приведении. Как Каспер, приведение. Значительная нагрузка приходится на передние пучки дельтовидных мышц и связки плечевых суставов. Нет. Во-первых, передние пучки дельтовидных мышц, передний пучок дельтовидной мышцы, он маленький. Он маленький. На него, в принципе, не может приходить значительная нагрузка. Потому что это маленькая мышечная группа, ассистирующая в этом движении. Это что касается мышц. Во-вторых, на связки вообще не приходят нагрузки. Если у вас нагрузка приходится на связку, это значит, что мышцы не контролируют положение костей. А это значит, что вы прямо сейчас, в этот самый момент, себя травмируете. Понимаете, в чем дело? Именно так микронадрывы связок и получаются. Когда мышца не справляется с нагрузкой, нагрузка переходит на связку и начинает ее разрывать. Отдельно есть видео на канале про неубиваемые суставы. Посмотрите его, многое станет сразу более понятно. Для выполнения упражнения плечевой пояс должен быть абсолютно стабилен. Ведь вы не только держите за счет него свой вес, но еще и двигаетесь, создавая дополнительную нагрузку. Именно из-за высокой нагрузки на связки плеч отжимания на брусьях считаются несколько травмоопасным упражнением. Однако, как говорится, предупрежден, значит вооружен. Отжимания на брусь я верну капюшон свой, с ним приятнее. Все-таки это теплый, специально разработанный капюшон для защиты от ветра и дождя. В магазине Workout еще есть в продаже, так что подумайте над тем, чтобы купить. Не из-за высокой нагрузки на связки, нагрузки на связки нет, а из-за того, что биомеханика движения, она неестественна. Понимаете? Давайте посмотрим вместе на биомеханику того, что происходит у вас в плечевом суставе, как у вас перекручиваются связки. И в случае, если что-то пойдет не так, а в данном упражнении по биомеханике может что-то пойти не так, если вы вдруг опустите себя вниз, выжить не сможете, и вы провалитесь ниже, чем могли, то вероятность получения травмы, она сильно возрастает. Не говоря уже о том, что у вас может перетирать, например, крепление. Сухожилие бицепса может перетирать, если у вас оно немножко воспалилось. Расстояние, которое у вас есть в плечевом суставе, оно недостаточно большое, чтобы все там гладко происходило. Потому что отжимания на брусьях это не самое естественное для человека упражнение. Давайте будем честными. А все, что не очень естественно, это не очень здорово для здоровья может быть. Это более травмоопасно. И здесь предупреждение не играет вообще никакой роли. Это все равно, что сказать, что, ну, на Эвересте можно и умереть, да? Предупрежден, значит вооружен. Ну вот нет, нет. Восхождение на Эверест это смертельная опасность. И даже если ты предупрежден, это все равно смертельная опасность, и много чего может пойти не так, и ты все равно помрешь. Но это не значит, что люди не восходят, не остаются в живых, и у них все незамечательно, да? Это не так работает. Если у вас имеются травмы плечевого сустава, локтей или запястьей, воздержитесь от выполнения упражнения до полного восстановления. И также я бы рекомендовал не делать брусья, если у вас болит ключица, если у вас болит лопатка, потому что все эти вещи двигаются, все эти вещи двигаются под большой нагрузкой, и можно значительно ухудшить свое состояние. Если вдруг вы впервые запрыгнули на брусья, опустились, у вас что-то хрустнуло в ключице, глупость была с вашей стороны так делать, конечно. Я предупреждал, что не надо на брусья залезать. Но если вы сделали, то восстанавливайтесь. Не делайте ничего вообще, что задействует эти моменты. Наряду с трицепсами, грудными мышцами и дельтами отжимания от брусья включают в работу стабилизаторы корпуса, пресс, спина и многочисленные мелкие мышцы. Если вы подгибаете ноги назад, в статике работают бицепсы, бедер и ягодиц. Да, про мелкие мышцы, про стабилизаторы, про бицепсы, бедер, если вы сгибаете ноги назад, это все верно, это все абсолютно правильно. Единственное, что они работают, если вы их напрягаете. То есть, если вы просто повисли вот как колбаска, у вас нижняя половина тела как колбаска висит, вообще это не напрягает, то, естественно, ничего не работает. Чтобы что-то работало, надо напрягать пресс, напрягать ноги, держать их в напряжении, тогда от этого упражнения будет больше толку. Что касается сгибаний ног сзади и перекрещивания их, я уже неоднократно говорил о том, что это может привести к дисбалансу. Из-за того, что вы одной ногой все время давите на другую, у вас может развиться перекос таза. Это все равно, что вы будете все время сидеть вот на стуле, сложа ногу на ногу и при этом еще одной ногой давя, да, или подложите под одну ягодицу книжку и вот будете вот под таким углом сидеть, понимаете? От одного раза, от двух, от недели, от месяца ничего, конечно, не будет. Но если вы постоянно будете так тренироваться, да, из года в год люди так тренируются, это может сказаться. А потом вы будете удивляться, что у вас произошло с походкой, да, что у вас произошло с позвоночником, почему? Это же все по цепочке наверх будет отдаваться. Поэтому не надо. Даже если вы хотите согнуть ноги, чтобы вам было полегче, не надо их при этом перекрещивать. Я знаю, что так легче, я знаю. Я запишу видео, почему это становится легче отдельно на канале, но не надо этого делать, пожалуйста. Наша цель не в том, чтобы сделать упражнения более легкими. Ваша цель, чтобы как можно меньше проводить время на площадке и получать как можно лучше результаты. Правильно? Собственно, работу мышц мы разобрали. Переходим к технике выполнения различных вариаций упражнений. Акцент на трицепс. Фактически, это классический вариант отжимания от брусьев. Подойдите к снаряду и запрыгните на него. Расстояние между брусьями должно быть чуть шире плеч. Хват ладонями к корпусу. В исходном положении ваш корпус расположен вертикально. Вы держитесь на прямых руках. Локти развернуты назад. Сделав вдох, опускайтесь вниз настолько, насколько позволяет гибкость ваших плечевых суставов. Ориентируйтесь на угол 90 градусов в локтях. Во время движения локти развернуты назад и прижаты к корпусу. На выдохе за счет разгибания рук поднимитесь вверх. Нужно ли мне сейчас делать акцент на том, что почти все видео, которые показали, причем в тот момент, когда они говорят о каком конкретном моменте, на видеоролике, этот момент совершенно не демонстрируется. Они говорят про то, что нужно ориентироваться на 90 градусов, человек опускается в полный низ. Они говорят о том, что локти нужно прижимать к телу, чтобы на трицепс у человека локти расходятся в стороны. Они говорят, что нужно примерно ширине плеч. В конце девушка делает вот на таких широченных брусьях, потому что в других спортзалах нет, и для нее, для ее плеч это достаточно сильно травмоопасно. Обожаю эти ролики с подборками, где не сам человек рассказывает и показывает. Они просто берут из интернета, берут из каких-то видеостоков и под веселую музыку показывают. И если я, допустим, вижу все эти моменты, потому что я уже кучу лет занимаюсь на турниках, на брусьях, я видел уже очень много всего, и я понимаю, куда надо смотреть и на что обращать внимание, то я уверен, что новички просто посмотрят и попробуют повторить. Потом травмируются, и на этом их тренировки закончатся. Что касается акцента на трицепс, трицепс работает в отжиманиях на брусьях. Да, он ассоциирует груди. Но использовать отжимания на брусьях для прокачки трицепса это очень странная идея, если мы говорим про тренировки с собственным весом. А если мы говорим про тренировки в спортзале, то там есть и блочные тренажеры, и штанга, и гантели, и зачем ты вообще полезешь на брусья качать трицепс. Если мы говорим с собственным весом, есть трицепсовые разгибания. Упражнение, в котором работает исключительно трицепс, в котором огромный диапазон возможных нагрузок, вплоть до того, что ты можешь выполнять движения одной рукой, или делать трицепсовые разгибания, как ганнибал, до параллели, это же вообще нереальная нагрузка, просто это очень и очень тяжело сделать. И там будет работать именно трицепс. Именно трицепс. Зачем пытаться переделать брусья по трицепс, хотя это упражнение для развития, в первую очередь, грудных мышц, я категорически не понимаю. Я вижу, откуда все это идет, я вижу, почему люди думают, что это так, потому что они смотрят вот эти вот видосики на полтора миллиона просмотров, или сколько у него там. и думают, что раз так много просмотров, то это правда. А это неправда вообще. И я уже говорил, я уже говорил, мы от разборов перейдем к созданию собственного, независимого научно-исследовательского института, будем сами делать исследования, публикации, будем использовать средства для активного продвижения наших идей, наших материалов, научного подхода, критического мышления, потому что бороться со всей этой необразованностью, со всем этим мракобезием надо. И те, кто думают, что у нас есть много времени на это все, то тот очень серьезно, те люди очень серьезно ошибаются. У нас не так много времени, поэтому надо выкладываться по максимуму. И те, кто хотят поддержать наш проект, те, кто хотят помочь нам реализовать то видение, которое у меня есть, на сайте Boosty можно оформить спонсорскую поддержку, вот 100 рублей в месяц всего. Но это будет вот небольшой вклад в то, чтобы в будущем человечество было более умным. Если упражнение дается вам с большим трудом, в верхней точке разогните локти. Это даст трицепсам короткую передышку. Это повысит вероятность получения травмы. На канале есть отдельное видео про кривую напряжение, длина мышцы. Обязательно его посмотрите, чтобы понимать, как все это работает, и не делать подобных вещей. Если вам тяжело делать отжимания на брусьях, значит еще рано. Если вы не можете, как вот эта девушка, себя стабилизировать силой мышц, значит еще слишком рано. И делайте отжимания от пола. Делайте отжимания от пола с узкой постановкой рук. Делайте трицепсовые разгибания от шведской стенки, от достаточно большой высоты, чтобы она соответствовала вашему уровню подготовки. Не надо пытаться потешить свое эго и прыгнуть выше головы. Когда дело касается тренировок, это чревато травмами. Оставляйте небольшой угол в локтях, чтобы не снимать нагрузку с целевых мышц. Работая на массу трицепса, стремитесь выполнить 10-15 повторов в 3-4 подхода. Опускайтесь вниз медленно, а поднимайтесь быстро. Это, видимо, был какой-то стеб, что они показали очень худого чувака на моменте про то, что отжимания на брусьях для массы. Что касается 15 повторений, то нужно понимать, нужно понимать, что это количество дается таким образом, чтобы у вас оно было в отказ, либо за 1-2 повторения до отказа. Это не просто, что вы делаете 15 повторений на 3-4 подхода, и у вас будут расти мышцы. Нет. Это значит, что у вас максимум, который вы сможете сделать, в той технике, в которой вы делаете, это должно быть 15 повторений. На 15-м вы должны просто вот все из себя выжать. У вас должно ощущение, что вы толкаете дом, как говорит Джефф Кавалера. Вот как будто вы пытаетесь дом сдвинуть с мертвой точки. Вот так вы должны себя выжимать в 15-м разе. Это будет очень тяжело, ввиду не самой естественной биомеханики этого движения, но вы должны прямо вот себя выжимать. Перчатка улетела. Выжимать на максимум. Если вы просто будете думать, что вам нужно сделать 10-15 повторений, 3-4 подхода, и будет результат в начале, когда вы только новичок, и когда вам действительно будет так тяжело, это да. Но если потом вы не будете увеличивать нагрузку, либо изменяя технику выполнения, например, делая упражнение более медленно, или добавляя паузы, или добавляя дополнительный вес, или добавляя палеометрику, или еще каким-либо образом, то вы перестанете получать результаты. 10-15 повторений – это не панацея, это не фиксированное количество. Это просто ориентир. И ориентир, заданный с достаточно большим количеством, чтобы вам было не слишком травмоопасно, потому что если вы делаете слишком мало, допустим, 3-6 повторений на брусьях с огромным весом, это очень травмоопасно. Но и не слишком много. Если вы делаете на брусьях 30-40 повторений, то уже с точки зрения мышечного роста эффект будет ниже, потому что основной акцент будет на развитии выносливости, на развитии митохондриального комплекса внутри миофибрил. Отдельная тема, я знаю, что я обещал про нее рассказать. Как-нибудь расскажу. Сейчас вернемся к видеохромосому. Как только все это будет удаваться вам достаточно просто, начинайте осваивать отжимания на брусьях с отягощением. Торопиться в этом вопросе не следует, так как переусердствовав с нагрузкой, можно травмироваться и вообще лишить себя тренировок на долгое время. Очень большое заблуждение в части того, что вам обязательно нужно добавлять дополнительный вес для того, чтобы мышцы прямо выросли на брусьях. Очень большое. Ваша главная задача – обеспечить стресс. И есть примеры людей, которые накачали огромные грудные на брусьях без какого-либо дополнительного веса. Правда, они отжимались, скажем, вот как Санек, по 50 отжиманий на брусьях в подходе на 5 подходов или 6 подходов, понимаете? Причем качественных отжиманий на максимум он просто прям топил. И его мышцы получали стресс, и они росли. Но это тяжело. В первую очередь, очень тяжело сохранять сосредоточенность на таком большом количестве, на большом количестве подходов от тренировки к тренировке. Несмотря на то, что в свое время он начинал с того, что брусья он не любил, он заставил себя полюбить это упражнение, он застал себя стать в нем мастером, и он получил результат. Да? Можно добавить нагрузку за счет дополнительного веса. Это самый простой способ. Самый простой способ. Просто увеличили немного свой вес, вы стали тяжелее, вашим мышцам больше нагрузка, они получают стресс. Если вы делали 15 собственным весом, потом начали делать 15 плюс 5 килограмм, потом 15 плюс 10, мышцы, естественно, будут получать стресс больший. И им нужно будет адаптироваться. Это просто самый простой способ. Обязательно ли это для того, чтобы получить хороший результат на брусьях? Нет, не обязательно. Но все очень сильно усиливается, надо мне ускоряться, а то у меня тут все сейчас испортится. В программе тренировки трицепса отжимания на брусьях лучше ставить в начало. Дополнительно можно делать такие упражнения, как разгибание рук в наклоне, обратные отжимания, отжимания узким хватом и хинди-отжимания. Отжимания рук в наклоне. Да? Обратные отжимания. Ни в коем случае. Здесь есть отдельный ролик, почему это опасно и бессмысленно. Отжимания с узкой постановкой рук. Да, можно. Хинди-отжимания в первую очередь будут работать больше плечи. Поэтому для трицепса именно нет такого большого смысла. Акцент на грудные мышцы. Для того, чтобы перенести часть нагрузки на грудные мышцы, нам нужно изменить технику так, чтобы в ней присутствовала механика сведения плеч друг к другу. Для этого мы, во-первых, разведем локти немного в стороны. Вы видите, чтобы у этого парня куда-то сводились плечи друг относительно друга? Я нет. А грудак у него работает. Представляете? Чудеса. Потому что грудные мышцы отвечают не за сведение, а за приведение. И когда ты выжимаешь себя наверх, у тебя отведенное плечо приводится. Даже при фиксированном положении верхних конечностей оно все равно происходит. А во-вторых, наклоним корпус вперед. Вот эти все готовые советы, где тебе просто говорят, что нужно сделать без объяснения того, что за этим стоит, это прямой путь к аргокульту, когда ты будешь просто повторять, но не понимать. Смысл не в разведении локтей в стороны и не в наклоне корпуса. Смысл в том, что тебе нужно создать нагрузку перпендикулярно плоскости сокращения мышцы. То есть вот у тебя есть нижняя грудная, которая вот отсюда крепится вот сюда. И соответственно, сжать тебе нужно перпендикулярно. Она вот у тебя сокращается, вот так вот она. Оттуда-сюда сокращать. И сжать тебе, соответственно, нужно будет перпендикулярно этому движению. То есть вот туда. Если ты вектора нарисуешь, тебе надо будет сжать вот туда. А чтобы, а на брусьях ты стоишь вот так. Соответственно, тебе нужно поднять задницу и нависнуть как бы над брусьями для того, чтобы был нужный тебе угол. И тогда у тебя будет работать нижняя часть грудных. Это я сейчас не говорю еще о том, что грудные работают в принципе в этом движении в основном. Основную работу несут на себе грудные мышцы, а не трицепсы. Максимально упражнение прорабатывает нижнюю часть груди. Грудные мышцы хорошо растягиваются в нижней точке, что увеличивает амплитуду движения, а следовательно его эффективность. Не стоит пытаться выполнить упражнение на слишком широких брусьях. Это может спровоцировать травмы. Оптимальный вариант, когда расстояние между перекладинами немного шире ваших плеч. Про слишком широкие брусья, да? Про немногим шире ваших плеч? Нет. При моем росте 180, оптимальная ширина это 60, это... Хотя что такое немного шире? Где-то вот такой вот. Вот такие вот брусья. В общем, уличный стандарт на площадках кенгуру. Это прям самый отличный вариант для тренировки. Иногда я предпочитаю отжиматься на столбах от высоких брусьев. Потому что там можно немного по-другому поставить руки. Более комфортно, да? В этом плане больше вариативности по ширине. Можно подобрать под себя. Напишите обязательно в комментариях, какой у вас рост и какая для вас оптимальная ширина, расстояние между брусьями по осям. Давайте, потому что диаметр брусьев бывает разный. У кого-то тоненькие вот такие палочки, у кого-то нормальные. По осям какое расстояние? Вот для меня 60 сантиметров. Проведем такой небольшой исслед, небольшой социологический опрос населения, воркаутеров, физкультурников. И посмотрим. Посмотрим. Результаты я потом опубликую через недельку в сообществе. Запрыгните на снаряд. Немного разверните локти в стороны и отклоните корпус вперед примерно на 30 градусов. На вдохе опускайте корпус вниз, разводя локти в стороны. Этот пацан разводит локти не в стороны, а назад. Ну или под углом 45 градусов, как снято. Плюс он еще шею переразгибает. Он пытается куда-то себя там вытянуть шеей. Хотя она должна быть, если вы не хотите получить травмы шейного отдела позвоночника, она должна быть в нейтральном положении, не нужно ее никуда тянуть. Все движение в отжиманиях на брусьях осуществляется исключительно за счет отведения, приведения плеча, сгибания, разгибания в локте. Все, все остальные, ну еще вы в статике держите напряженным пресс и ноги. Все остальное тело у вас движется как единый механизм и ничего там не происходит. Шея у вас смотрит в нейтральном положении находится, в нейтральном. Как стоите, так вы на брусьях залезли, не запрыгнули, а залезли. И с брусьев вы потом не спрыгиваете, а слезаете. И отжимаете. Не стремитесь развести их слишком широко. Все в пределах анатомической комфортности. В нижней точке вы должны почувствовать хорошее напряжение низа груди. Ориентируйтесь на угол в локтях 90 градусов. На выходе, максимально сократив грудные мышцы, поднимите себя в исходное положение. В верхней точке еще сильнее сведите грудь и задержитесь на 1-2 секунды. У этой девушки очень плохая техника. Очень, очень, очень плохая. Нагрузка ей очень велика, поэтому она прям вся прогибается, чтобы хоть как-то себя выжать. Она помогает себе спиной, она помогает себе ногами. Тренируя грудь на массу, выполняйте по 10-15 повторений в 3-4 подхода. Как только решите эту задачу, осваивайте отжимания на брусьях с весом. Для того, чтобы отжимания от брусьев стали для вас действительно полезным и эффективным упражнением и не привели к травме, при их выполнении учитывайте следующие рекомендации. Первое. Держась за брусья, не прогибайте запястья. Хват должен быть плотным и стабильным. То же самое касается плечевых суставов. Не прогибайте запястья. Что значит не прогибайте запястья? Я не знаю, что они имели в виду, но действительно, когда вы делаете отжимания на брусьях, у вас запястье должно находиться прямо над жердию бруса, для того, чтобы сила тяжести уходила в брус. Если у вас запястье будет отклоняться, то вы можете просто вывернуть себе запястье и получить травму. Второе. Не используйте слишком широкие брусья, которые значительно шире ваших плеч. Кстати, вот обратите внимание на этом моменте, он использует широкие брусья, и поэтому у него запястье находится не над брусом, а завалено внутрь. Это потенциальная травма. Потенциальная травма. Это делает упражнение в большей мере травмоопасным, чем полезным. Третье. Позвоночник старайтесь держать максимально ровным. Стабилизировать корпус помогают мышцы пресса и спины. Если вы делаете отжимания на брусьях с акцентом на грудь, то вы, в принципе, согнуты, да, чтобы у вас грудь как бы надвисала над брусьями, и поэтому что такое держать позвоночник ровным? Я опять же не понимаю, это просто какой-то набор слов вместо советов. Не нужно выгибаться в пояснице, когда вы выжимаете себя наверх. Если вы чувствуете, что вы начинаете выгибаться, да, пытаетесь себя вот выгнуть, чтобы отжать себя наверх, это читинг, это ненужная вам нагрузка на поясничный отдел позвоночника, это может привести вас к травме. Не надо так делать, следите за этим. Четвертое. Прежде чем приступать к выполнению отжиманий, обязательно проведите разминку. Поворащайте плечами, предплечьями и запястьями. Потяните мышцы. Я не буду комментировать их разминку. Вот здесь есть видео от Максима Трухнафца с полной записью того, как он разминается перед тренировками. Мне повезло. В свое время я ездил в Минск, поймал его в парке, да. Записал на видео, как он разминается, и с тех пор только так и разминаюсь перед тренировками. Отличный комплекс, простой, советский, рабочий. Используйте его. Пятое. Избегайте рывков. Медленное выполнение движения, во-первых, требует большего усилия, а, соответственно, сильнее нагружает мышцы. А, во-вторых, более безопасно. Да, да, я абсолютно согласен. Пятый совет, первый стоящий совет в этом списке. Шестое. Не расслабляйтесь и не провисайте в плечах в нижней точке. Все фазы движения должны быть под вашим контролем. Тоже, да, шестой совет тоже правильный. Отжимания на брусьях, если делать их правильно, способны дать мощный импульс к росту мускулатуры трицепсов и груди. Кроме того, их выполнение развивает гибкость плечевого пояса, тренирует связки и повышает общую силу и выносливость спортсмена. Нет, оно не тренирует связки. Нельзя тренировать связки в принципе. Нет упражнений, которые бы тренировали ваши связки. Их нет. И брусья их не тренируют. В плане там прокачки мышц груди, трицепса. Да. Все остальное нет. Огромным плюсом для вашего здоровья станут тренировки на свежем воздухе. Чего же они обмотаны-то такие все? Блин. Мне кажется, реально тот, кто подбирал видеоряд, он время от времени просто дико угорал, потому что он говорит про здоровье, и там такие перемотанные ребята, зачем-то еще лезущие на брусьях, при том, что у него плечо замотано, а она на брусье лезет. Работайте над собой, и результаты не заставят себя долго ждать. Вранье. Вот эти вот паблики ВКонтакте, каналы на Ютубе, которые врут, что результаты не заставят себя ждать. Вранье. А вы пробовали хоть раз отжиматься на брусьях? И если отжимались, то сколько раз получалось это сделать? Напишите в комментариях. Друзья, мы рекомендуем вам посмотреть другое наше видео о изменениях, которые произойдут в организме, если качать пресс каждый день. Оно появится у вас на экране, а также ссылку на него я оставлю в описании и закрепленном комментарии. Я бы не рекомендовал смотреть видео с этого канала, это мое экспертное мнение. Ролик, к счастью, закончился. Дождик, к сожалению, не закончился. Девочка в конце неплохо отжималась. Что касается меня, максимально я отжимался на брусьях 60 или 70 раз собственным весом и 20 раз с 20-килограммовой гирей. Вот такие были результаты. При том, что я никогда не тренировался с весом, а сейчас вообще не вижу никакого смысла даже на количество работать, потому что это просто очень много времени тратится, а результат можно получить лучше, если делать меньше, но более качественно. Да? В целом, вы поняли уже, наверное, из этого обзора, что ролик никакущий, у него миллион с лишним просмотров, люди это слушают, верят этому, думают, что у них быстро будут результаты, думают, что они понимают, как надо теперь делать брусья, идут на площадку, запрыгивают на брусья, травмируются, и на этом их экскурс в фитнес-индустрию заканчивается. Это очень плохо. Все очень плохо. И ролик плохой, и видеоряд плохой, и аудиоряд плохой, и то, что миллионы просмотров, это плохо, и то, что люди этому верят, это плохо. И то, что этот дождь меня насквозь уже замочил, тоже плохо. Единственное, на что я надеюсь, что звук записался хорошо на новую петличку. Вот на это я очень сильно надеюсь. Иначе это будет вообще все очень плохо. Вот. Да все. Я не знаю, что еще сказать. Если у вас есть предложение по будущим разборам, пишите в комментариях, пожалуйста. Пишите сразу с ссылками на конкретное видео, потому что у некоторых людей есть много более-менее среднего материала, где, ну, там реально докапываться не хочется, а найти реальный косяк какой-нибудь серьезный, у меня нет времени пока что все отсматривать, да, поэтому я и собираю на бусти средства на то, чтобы мы отдали все на сторону, чтобы у меня было больше времени. Сейчас его нет. Сейчас, пожалуйста, присылайте сразу ролик, конкретную ссылку, разбор, что смотреть. Тогда это увеличивает шансы того, что я сделаю разбор на кого-нибудь из того, кого вы пришлете. Пишите в комментарии самые мне понравившиеся, я отмечу лайком, а те, которые меня согреют в эту морозную, дождливую осень, я прям сердечечко поставлю, вы увидите. С вами был Антон, канал Street Workout. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...